После беглого знакомства с Me, Джонни перейдем все-таки к каким-то техническим аспектам. Те, кто не смотрели первый скринкаст, советую посмотреть. Ссылка в описании. Конечно, это не After Effects с масками, слоями и так далее. Инструментов тут нет. Все делает сеть, но какие-то настройки тут все-таки есть. Итак, закончили мы на том, что выбрали одно изображение, сделали четыре варианта, ну и собственно дальше делать варианты бессмысленно. Финальный аккорд — это Upscale — выгнать. Ну, сделать классно. Мне нравится первое изображение, соответственно, нажимаем U1. Да, а вот это вот лишняя попытка. Ну и все, он его выгоняет, результат появляется в виде нового сообщения. Сохранить можно, например, вот так. Отвлекусь. В числе прочего под первым скринкастом у меня был такой комментарий. А чем принципиально Мид Джонни отличается от Сберовского Ру Дали? Отвечаю. В Сберовский Ру Дали я отправил тот же запрос. Ждал я тридцать восемь минут. Он не выдал мне четыре варианта, выдал только один и вот он. Это теплица на заснеженном поле при свете Луны. Я думаю, я ответил на ваш вопрос. Так, пока был мед, теперь ложка дегтя. По запросу инфо вы получаете сведения о своем аккаунте. И мы видим, что у меня осталось двадцать два задания. Мид Джонни платный. На бесплатном тарифе дается где-то тридцать заданий. Задания — это имаджин, а также запрос вариантов и апскейл. Ну то есть на одно изображение у вас уходит не меньше двух заданий. А если с вариантами, то три. Я делал варианты, причем два раза по ошибке и спалил таким образом четыре задания. Кроме инфо полезная штука help. И собственно subscribe — подписка. Открывается страница подписки, где вы узнаете, что месяц с ограничением в 200 задач стоит 10 долларов. Кстати, непонятно, что значит images — это задачи как в бесплатном аккаунте или готовые изображения. В любом случае это немного, особенно в первое время. Тридцать долларов стоит месяц без ограничений. Не очень дорого, особенно если скинуться на несколько человек и передавать аккаунт, например, по часам. Другой вариант — также из комментариев — регистрировать всякий раз новый аккаунт Discord. Ну то есть одна регистрация — это где-то тридцать заданий. Пишут, что проверок по IP нет. Правда, придется регистрировать всякий раз новый почтовый ящик. Например, некто Алексей написал в комментариях, что зарегистрировал уже не меньше 20 на Mail.ru. Ну и пока я рассказывал про ложку дегтя, уже написал новый запрос. Мужчина в старом городе на фоне моря. Собственно, к запросу, ну или тегам можно добавлять параметры. По сути это тоже теги, просто умные люди выяснили, что нейронка понимает, например, если ей сказать, что это снято на объектив 35 миллиметров. Ну точнее она понимает, что нужно стилизовать под 35 миллиметров. Или она понимает, что нужно сделать как Моне. Или Ван Гог. Или в стилистике Тима Бёртона. Параметры указывают через запятую. Ультрареалистик, то есть, надеюсь, ультрареалистично. Кстати, совершенно не факт, что это сработает. Синематик, то есть кинематографично. Сетка, кстати, хорошо понимает, в том числе и технические термины. Можно, например, сделать псевдорендер 3D в Maya или Cinema 4D. Но объектив 35 миллиметров, пленка кодек Голд 200, диафрагма 2.8. И соотношение сторон AR aspect ratio пишется через два тире. По сути это тоже теги, но унифицированные. Соотношение сторон, можно задать размеры, можно указать вес, ну процент стилизации и так далее. Предустановленные параметры прописаны, например, в руководстве по Мид Джоне и на многочисленных форумах. В данном случае установим классический прямоугольник 16 на 9. Вот это я не очень понял. Я видел, что в запросах срабатывал параметр тест P. Но может быть это не работает на бесплатном тарифе. Это в сеттингс выставляется, но можно и прописывать отдельным параметром всякий раз. Вот это тест фото добавляет фотореализм. Ну ладно, вернем MJ3 и повторяем запрос. Вообще запрос это просто набор тегов. Вот эта строчка, но сгенерировать эту строчку — это искусство. Как сказал Леша Сидоренко, руководитель теплицы, это в принципе новая профессия — дизайн при помощи нейросети. Потому что даже последовательность слов здесь имеет значение. Мужчина в старом городе или в старом городе мужчина — результат будет разным. О том, как составлять запросы, я расскажу в следующем видео. Все-таки тема оказалась гораздо глубже и серьезнее, чем я думал. Конечно, запросы составляются в первую очередь опытным путем — методом проб и ошибок. Но добрые люди уже создали ряд дополнительных сервисов, которые вам могут в этом помочь. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok